Приветствую вас! Давайте мы с вами разберемся в том, что произошло у вас и почему. Да? Что вообще случилось? Значит, вы пишите. Мне 29. И за все мои года у меня было двое мужчин. Первые 23 года. Отношения длительные. Значит, здесь к вам сразу возникает вопрос. Почему так поздно? Ну, то есть, что было в школе? Была ли у вас первая любовь в школе? Если была, если была, то как она себя проявляла в школе, именно школьная любовь? То есть, чувствовали ли вы себя как-то? Вот. Или вы вообще, может быть, не влюблялись в школе по какой-то, ну, по каким-то причинам своим. В любом случае, в 23 года это достаточно поздно, вот, и свидетельствует о том, что либо вы чересчур зажаты себе, ну, просто чересчур зажаты, либо вы чего-то боялись, либо у вас были другие приоритеты, либо у вас не было опыта, не было и нет опыта взаимодействия с мужчинами, как таковыми. Ну, просто нет опыта, просто не было опыта взаимодействия с мужчинами. То есть, тут вот такие моменты, да? Вы пишите, значит, у меня были отношения, да? Очень важно, как они развивались. Понять. Очень важно понять, по какому принципу они у вас протекали. То есть, отношения были длительные, значит, у них было все. У них была влюбленность, у них была страсть, у них были какие-то проблемы, конфликты, разочарования. Вот. Вы ведь отношения не ушли. И ведь чего? Почему ушли? Вы не пишите. Вы пишите, а через год встретила мужчину, полюбила. Встречалась с ним два года, я его любила, ну, а мужчины нет. Опять же, не очень понятно. То есть, если в течение, в течение, в течение двух лет, вы были в отношениях с человеком, который вас вроде как не любил, но вы были с ним при этом, то почему бы ушли тогда? Рассчитывали, что он вас полюбит? Вы ожидали, что он, ну, что он будет любить вас? Или как? Или что? То есть, или вы сами решили, что мужчина вас не любит? Ну, по какой-то причине. То есть, пока, вот пока, исходя из того, что вы написали, вырисовывается такая история, что вы просто ждали от человека, просто ждали, ожидали от человека чего-то такого, что он вам, ну, собственно, дать не мог, ну, вообще. Вот. Понимаете? Вот пока. Исходя из того, что вы пишите. Вот. И такое впечатление, что вы, как-бы, как-будто, знаете, вот, как-будто сами обиделись на него за то, что он вам не дал, вот, того, что вы хотели. То есть, это вы ушли, как-бы, вот, потому что он вас не любил. Ну, так, вы же знали, что он вас не любил, и всё равно в отношениях с ним были. Значит, ну, на какой-то момент ваши желания соответствовали такому типу отношений. Вот. Дальше. Дальше. Вы пишете про любовь, да, вы пишете про любовь. То есть, вот, что вы полюбили, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, вы пишете про любовь, это я понимаю. Меня интересует история немножко другая. Меня интересует, что вы понимаете под любовью. То есть, как, грубо говоря, проявлялась ваша любовь. Как она себя, как вы выражали любовь свою. Там нужно определить, была ли это любовь. Может быть, это была не любовь, была не любовь, а что-то ещё. Что для вас значили мужчины, с которыми вы были вместе? Как вы к ним относились? Как вы их воспринимали? Немаловажную роль играет и то, какие это были мужчины. Дальше. Закончила три месяца назад эти отношения. То есть, смотрите, вы опять, как бы, из отношений сами уходите. То есть, вы бросаете людей. Вы бросаете мужчины. То есть, вы действуете здесь на опережение. Это может быть механизмом защиты от какого-то, допустим, страха. Ну, то есть, это может быть какой-то страх у вас. Вот, это может быть у вас какие-то опасения. Вот, это могут быть завышенные ожидания. Это может быть, опять же, не любовь, да, а вот что-то другое это может быть. То есть, это может быть не любовное, ну, не чувство любви к человеку. Вот, а это может быть какое-то, ну, другое чувство, да, вот. Например, это может быть, как я уже сказал, чувство потребности какой-то. Да, то есть, вот, у вас это может быть потребность, вот. Но, важно, очень важно понять, вот, почему вы сами уходили из отношений, да. То есть, вы из первых отношений ушли, непонятно из-за чего, да. То есть, там, вроде бы, вроде бы вас, ну, любили, вроде бы, да. То есть, проблем именно, вот, с этим я, по крайней мере, не увидел, вот. Ну, исходя из того, что вы написали, опять же, вот. То есть, мне кажется, что здесь есть что-то, о чём вы, как-то, вот, вероятно, не говорите. Вероятно, есть что-то, о чём вы здесь не договариваете, вот. Хотя, безусловно, я могу и ошибаться, именно, вот, ну, именно, вот, в данном аспекте, да, я могу ошибаться, конечно. Дальше, так, пытаюсь знакомиться с мужчинами, теперь. Юлия, значит, смотрите, ну, мне бы очень хотелось, мне бы очень хотелось, правда, чтобы вы для себя вот этот вот аспект, да, что я пыталась, или я пытаюсь знакомиться с мужчинами, да, чтобы вы его для себя разобрали, вот, понимаете, потому что, ну, вот, серьёзно, нужно понять, как именно вы знакомитесь с мужчинами. Значит, по поводу чего вы с ними знакомитесь, то есть, что становится, ну, грубо говоря, предметом для знакомства вашего с мужчинами. Вот, опять же, тот же вопрос, как вы воспринимаете мужчин? То есть, что они для вас значат, мужчины? То есть, кто он для вас, мужчина? Вот. Ну, конкретно, да? Вот. Это очень важный момент. Тоже, потому что, если вы знакомитесь с мужчинами просто и чисто для того, чтобы, ну, построить отношения, да, или чтобы просто, например, создать, допустим, семью, да, то это... Это совершенно не вариант, потому что, получается, в таком случае вы человека воспринимаете исключительно как средство для... Ну, средство для достижения своих целей, средство для реализации своих силаний, а как бы как самого человека, да, вот как саму личность, как личности вы его не видите. Вот. И это может вам мешать выстраивать адекватные отношения. Потому что мужчина, он для вас сразу мужчина, а вас, помимо этого, вот, может ничего не связывать больше. Вот. То есть, это, опять же, да, такая очень... Кхм-кхм... Кхм... Очень, эм... Ну... Негативная история, когда... Эм... Люди, да, вот они... Пытаются... Пытаются... Выстраивать свои отношения... Эм... Чисто, чисто, исключительно, только на каком-то вот... Знаете, в таком... Ну, влечении, как будто бы... На внешней стороне, или на мужском поведении, а их ничего не объединяет. Поэтому, мне думается, что... В первую очередь, было бы правильно, если бы вы... Эм... Эм... Вот, на эту тему... Эм... Обратили бы... Эм... Своё внимание. Пристальное, да, то есть... Эм... Эм... Как вы... Эм... Видите... Эм... Мужчин. Вот. Мне... Мне кажется, это очень важно. Это очень важный момент. Потому что, если... Мужчин вы видите... Эм... Эм... Только как мужчин. Вот. И никак больше. Что у вас... Эм... Могут быть... Эм... Эм... Проблемы... С... Эм... Построением отнош... Отношений... Действительно, с ними. Вот. Вот. Ну, просто потому что... Эм... Мужчин... Мужчина в вашем... Эм... Воображении, он идеальный. А идеальных... Мужчин... Идеальных у мужчин нет. Как и людей. Вот. Чтобы... Эм... Принять... Не идеальность другого. Нужно не только принять свою не иде... Не идеальность, которую вы, вероятно, не принимаете. Нужно еще и чтобы у вас был... Эм... Мотив. Чтобы у вас был мотив... Мотив. Принять... Тот факт, что... Вот. Партнер. Да. Эм... Может быть не идеальным. Вот. Мужчин у вас был мотив. Если... Этого... Мотива... Эм... У вас... Нет. Эм... То... Эм... Тут соответственно... Могут быть... Опять же... Да. Могут быть опять же... Трудности. Эм... И именно... Ну именно с вами. Именно у вас... Могут быть трудности. Эм... Вот. Понимаете? Поэтому мне, думается... Эм... Я не случайно... Эм... Так много внимания... Уделяю этому аспекту. Потому что... Эм... Я считаю, что... Этот момент очень важный. И... Мне почему-то кажется, что... Эм... Вот одна из причин, почему вы... Эм... Не можете... Эм... Построить отношения с мужчинами. Но это вот именно... По той причине, что... Эм... Эм... Воспринимаете... Воспринимаете вы мужчин... Эм... Эм... Ну неверно. Вот. Не так как... Ну нужно... Не так... Не так... Адекватно. Эм... Вот. Как... Надо бы. Вот. Дальше идем. Так. Эм... Пытаюсь знакомиться, но не даю им шанса. Эм... Так. Ну... Смотрите. Эм... Здесь история следующая. Да. То есть... Давайте... Эм... Эм... Здесь мы с вами будем... Будем... Эм... Предельно честны. Эм... Эм... Значит... Да. Вы знакомитесь... Эм... С... Мужчинами... Для... Чего? Ну... Наверное, чтобы... Эм... Что-то, да... Получить. Вы... Знакомитесь с мужчинами, чтобы... Удовлетворить какое-то свое желание. Судя по всему. Судя по всему. Судя по всему, вы не делаете этого в процессе... Эм... Своей... Эм... Своей какой-то вот... Деятельности. Да. Да. То есть, вас не объединяет творчество... Эм... Эм... Ну, какая-то общая цель. Допустим. Вот. Это первое. Первый аспект. Вот. Второй аспект. Эм... Эм... В отношениях... Вы... Эм... Эм... Не думаете о... Самом... Человеке. Скорее всего. А... Думаете вы... Скорее всего... О... Самой себе. То есть, вы нацелены на себя в отношениях. Вы не преследуете цели... Эм... Эм... Что-то сделать именно для... Эм... Эм... Ну... Для мужчины. Допустим... Эм... Эм... Который вам, ну... Понравился, да? Или, там... Что-то ещё. Вот. И... Соответственно... Эм... Эм... Не получая... Для себя... Того, что... Вы хотите. Вы... Каждый раз... Эм... Значит... Ну... Разочаровываетесь... Допустим... И... Поэтому не даёте шанса. Вот. Шанс завоевать вас. Потому-то вы ждёте от них... Того, что нужно вам. Вот. Вот. А сами мужчины... Вот... Сам по себе... Мужчина... Оба... Например... Он вас... Ну... Вот... Как я понял... Не интересует. То есть... Вы считаете, что... Вы... Ну... Не должны... Вы не считаете, что... Должны... Там... Для него... Да... Что-то делать. Ну... Грубо говоря. Ну... То есть... Может быть, вы и считаете, что... Должны для него что-то делать. Но вы... Не стремитесь. Это не ваша... Первоочерёдная задача. А что-то вы хотите получить для себя. Ну так... Он же... Не знает... Что вы хотите получить для себя. И... Я вам... Открою... Небольшой секрет, да... В том... В том смысле, что и... Я не знаю... Что вы хотите. То есть... И я не могу... Знать, что вы хотите получить. И... Отвечаю вам... Эээ... Сейчас... Вот... В некоторых... В некотором смысле, да... Я вам отвечаю... В... Слепую. Вот. Самое... Что... Вы можете... Сказать, что... Вам это вообще не интересно. Что... А вы вообще... Эээ... Пришли за другим и так далее. Вот. То есть, понимаете, если вы не даёте шанс человеку, значит, вы чего-то от него ждёте. Правда в том... Заключается... Что... Эээ... Ждать... Ждать... Чего-то... От человека, да... Именно ждать чего-то от человека. Да? Не нужно. То есть, если вы выстраиваете отношения... Эээ... Значит... Ну... По-взрослому... Если бы выстраивать отношения зрелые... То вы не ждёте от человека ничего. Вы наоборот хотите ему... Ему что-то дать. У вас есть что дать. Да? Вам есть чем поделиться. Вот. Если вы не готовы... Эээ... Что-то давать. То можно говорить, конечно, о... Такой... Истории, да? Можно... Можно говорить о такой истории, как, например... Эээ... Ну, опять же, да? Безопасное общение. Вот. То есть... Эээ... Безопасное общение, это когда... Эээ... Люди... Эээ... Взаимодействуют по поводу... Ну, вот... Эээ... Я уже говорил, да? По поводу... Эээ... Каких-то... Каких-то вещей, да? По поводу каких-то... Эээ... Действий, по поводу какого-то... Производственного процесса. Вот. И так далее. Но вы ищите недостатки в мужчинах. Эээ... Эээ... Это не случайно. Потому что... Вы либо... Хотите убедить себя в том, что мужчины вам не нужны. Или именно этот мужчина вам не нужен. Ну, типа вы... Пробуете соотношения построить. Так-то. Вот. Так-то вы вроде отношения выстраиваете. Вот. Но потом вы начинаете рационализировать и ищете... Ищете недостатки в мужчинах. Эээ... Как бы... Говоря себе о том, что... Эти недостатки, да? Не позволяя... Ну, не позволяя вам... С... Эээ... С... 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 Мужчинах. Но ведь недостатки есть у всех. Значит вам это для чего-то нужно. То есть вам для чего-то нужно, чтобы в мужчине был недостаток. Не просто найти... Недостаток. Не просто найти. А именно... Эээ... Ну, именно... С какой-то целью... Найти. С какой-то целью именно... Именно для себя. Вот. Понимаете? То есть это... Мне кажется... Мне кажется, это очень важный момент. Значит, либо вы... Эээ... Боитесь... Эээ... С... Близости. Вот. С... Мужчинами. А... Либо вы... С... Эээ... Сравниваете... Мужчин. Ну, вот. В данном случае можно говорить о том, что... Вы сравниваете с первым мужчиной, возможно. Вот. Других мужчин. И... Соответственно... Эээ... Эээ... Срав... Сравнение никогда не идёт... Эээ... В пользу... Того, кто вот... С... С вами находится в отношении к сейчас. Потому что... Борется он... По сути дела... Эээ... Значит... С... Ну... С призраком. Вот. То есть такой мужчина борется с призраком. Вот. Всегда. Это призрак вашей... Вашей... Идеализации. Вот. Вы идеализируете человека, идеализируете какого-то вот прошлого мужчину, и... Соответственно... Эээ... Он... В ваших глазах идеальный. Может быть идеальный, потому что вы от него ушли. Рано. Вот. Вот. Ну, как правило, сравнение, да, вот как-то сравнивают... Людей с другими, да, это... Как правило, говорит о... Незавершенности отношений. То есть... Эээ... Вот вы не завершили... Свои отношения. Вот. С теми мужчинами. Которые у вас были. И, соответственно, по этой причине сравниваете. То есть не выйдя из... Одних отношений, да, не выйдя из одних отношений, вы... Соответственно, уже вступаете в другие. Вот. Ну и, соответственно... По этой... Эээ... Причине у вас... Ничего и не получается... Не получается. Вот. Хм... Дальше. Эээ... Так. Ищу в них недостатки сразу же. Для чего? Что вам это даёт? Эээ... Эээ... Какие у вас... Эээ... 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 Какие у вас... Эээ... Эээ... Так. Срывают на занятия. Не отвечая на сморки. Обрывают сразу же всё на этапе знакомства. Потому что вас... С мужчинами ничего не связывает. А... Личности... Личности... Эээ... В мужчинах... Вы... Не видите. Вот. Ну... Именно личности... Именно личности... Личности в мужчинах... Вы не видите. Вы видите только мужчину. В мужчине. Вот. А... Как я уже... Сказал. Это... Прямой путь... Эээ... В никуда. Эээ... Эээ... Если вы видите в мужчинах... Столько мужчину. Что... Здесь, конечно, есть... Ээээ... Ээээ... Такая проблема, что... Эээ... Эээ... Вы видите только... Свои желания. По сути дела. Вот. То есть, больше вы... Эээ... Не видите... Эээ... Ничего. На мой взгляд. То есть, вы видите... Эээ... Как раз таки... Вот. Вы видите... Эээ... В мужчине... Столько... 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 То, что вам... Собственно... Нужно. Эээ... И всё. Больше вы ничего... Ничего не... Не видите. И поэтому вы ищите в них недостатки. Потому что... Запросы у вас... Эээ... Связаны с вами. А какой-то другой человек никогда... Не сможет... Этим запросам... Эээ... Соответствовать. Что, кстати... Вполне нормально, да? То есть, нормально... Если... Человек... Эээ... Не может соответствовать вашим запросам. Он и не должен. Вот. Ну а недостатки вы выискиваете... Эээ... Вот по этим прикинам. Либо... Либо... Чтобы себе что-то доказать. Подтвердить... Подтвердить... Эээ... Какую-то... Свою позицию. Вот. Какую-то свою позицию подтвердить. Я повторяю... Я повторяю, да? Вот. Чтобы вы... Правильно было поняло. У вас есть какая-то позиция. Вы пытаетесь... Вы хотите... Хотите... Эту позицию подтвердить. Вот. То есть... Для чего? Почему вы хотите её подтвердить? Вот это вопрос. Вопрос уже... Эээ... Совсем другой. Вот. Почему вы... Хотите... Подтвердить... Свою позицию. Но то, что вы хотите её подтвердить, это факт. Дальше. Эээ... Так. Эээ... Значит. Ещё даже не могу... Ещё не могу... Я не могу даже поцеловать мужчину, если ничего не чувствую. И иногда мне это кажется ненормальным. Эээ... Тоже... Эээ... Это не совсем понятно, о чём вы говорите. Эээ... Эээ... Ничего не значит. Эээ... Ну... Допустим. Вот. Человек допустим. Допустим. Да. До вас. Он... Ну... Ничего не значит. Совсем. Вообще. Вот. Что... Вы меня... Конечно. Конечно. Извините. Но... Мне почему-то кажется, что... Это... Совершенно нормально. Вот. Что вы не хотите его целовать. То есть тут скорее... Было бы... Тут скорее бы было... Ненормально, если бы вы хотели его целовать. Ведь поцелуй это... В некотором смысле... Проявление близости. Проявление симпатии. Проявление... Какой-то... Ласки. Да. Вот. А для этого... Человек... Ну... Должен... Должен... Наверное... Что-то... Значит... Для вас. Как вы... Считаете... Сами. Вот. Что-то... Что-то... Если... Ну... Если в данном случае... Человек... Ничего не значит... То... С какой стати вы... Должны... Должны его целовать. Почему вы... Считаете... Что... Что... Это не нормально. Ладно... Ладно... Если бы... Для вас... Что-то... Значил... Или... Или... Что-то... Сделал... Сделал... Бы... Для вас... Тогда... Да... А так... То... Что вы говорите... На мой взгляд... Это... Несколько... Странно... Ну... То есть... А... Странно... Именно... А... В том... В том смысле... Да... Странно... В том смысле... Что... А... Вы говорите... О... Близости... Какой-то... Вот... Но... Такое... Впечатление... Что... События... Вы... Как будто бы... Знаете... Торопите... Может быть... Или... Вот... Как-то так... Это все... Мне... Мне видится... Вот... Понимаете? Поэтому... Здесь... Мне представляется... Возможным... Вам... Вот... А... Дать... Примерно... 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 Такой ответ... Вот... Потому что... Другое дело... Что... Может... Может быть... Вы боитесь... Опять же... Близости... Да? То есть... Вы... Воспринимаете... А... Ну... Вот этот... Эту историю... Вы... Воспринимаете... Как... Некий... Ну... Как некую... Угрозу... Для себя... Да? Что... Поцелуй... Это... Ммм... Ну... Какое-то насилие... Может быть... Над вами... То есть... Вы... Можете... Бояться этого... Видимо... Не просто так... Но... Тогда... У этого... Есть... Причины... Причины... То есть... Вы... Боитесь... Этого... Видимо... Не просто так... И... Сперва... Нужно... Понять... чего, чего вы боитесь конкретно. Какой блок стоит у вас на то, чтобы целовать мужчину? Опять же, да? Почему мужчина целовать? Ну, почему мужчина? Если это не совсем мужчина, то в первую очередь человек. Понятно? Вот. А вы сразу говорите про мужчину. Складывается такое чувство, что в вашей семье было, знаете, не принято, чтобы родители вели себя чисто по гендерному признаку. Или наоборот. Родители вели себя только по гендерному, по гендерному признаку. Вот. То есть все зависит от того, насколько они были удовлетворены своей такой вот позиции, своей такой вот ролью для вас. Ну, для вас как для детей, я имею ввиду. Вот. Может быть наоборот, отец был, отец был только мужчиной, да, у вас, а мать была, допустим, допустим, только, только матерью, да, то есть она не была женщиной. Вот. И вы, вот, вынесли, что, значит, значит, что вы не должны быть такой же, как ваша мама, да, вы должны, вы должны быть там, ну, лучше. Вот. И вы не приемлете теперь просто какого-то вот человеческого взаимодействия, ну, общечеловеческого, скажем так, да. Вот. Общесоциального, если угодно, будет. Дальше. Так, мне это кажется ненормальным. А, нет, это не, это не ненормально, это нормально, хотя тут нужно разбирать. Про секс речь не идет, так как, ну, не могу и все, а все, значит, не могу. Ну, вот, серьезно, что значит не могу, то есть вы, что подразумевается там под этим, под словом, под словом не могу, вы, что подразумевается конкретно? То есть вам хочется секс? По вашему мнению, он должен должен быть только по любви, или он может быть, ну, не обязательно по любви, а не по любви вам, там, секс, например, противен не по любви, или как? Я просто хочу понять вас, что происходит. Дальше. А если я так никого больше и не полюблю? Ну, вы знаете, если вы будете знакомиться с мужчинами так, как вы знакомитесь сейчас, то да, вы, может быть, действительно никого не полюбите, потому что, чтобы полюбить, нужно человека узнать, а вы человека не знаете, вы ему даже не даете раскрыться. Вот. Чтобы полюбить другого, нужно полюбить себя, для начала. Вот. Мне нет ощущений, что вы себя любите, потому что вы с личком, ну, для вас отношения, да, они, в общем-то, на достаточно важном уровне, значимом уровне. При этом, как личная личность, вы, возможно, не удовлетворены. Вот. Понимаете? Поэтому, здесь я полагаю, что нужно смотреть, как вы относитесь к себе, можете ли вы вообще любить. Вот. Как вы понимаете любовь, потому что, ну, вот, то, что вы описываете, да, тоже желательно бы определить, любовь это или нет. Да? Вот. И, соответственно, уже после этого можно будет о чем-то говорить. Вот. Может быть, вы боитесь остаться одна. Такая история тоже возможна. Вы пишите, а если я так и не полюблю, то что? Если я так и не полюблю, то что? Вы боитесь остаться одна, например? Боитесь, что не создадите семью, например? Боитесь, что у вас не будет детей? Боитесь чего-то еще? Что? Вот. Знаете, секс, если вам, ну, если вдруг вопрос стоит про секс, да, то секс все-таки и любовь это вещи разные. Если вы хотите секс, вы занимаетесь сексом. А любовь это не всегда к сексу относится. Вот. То есть любовь почти всегда включает в себя секс, хотя, хотя бывают моменты, когда не включают. Любовь почти всегда включает в себя секс. А вот секс в себя, любовь, может не включать вообще на спокойную. Вот вам нужно отделить свои желания, вам нужно отделить свои потребности от любви. Вам нужно отделить свои желания от того, что вы хотите, например, дать другому человеку, допустим. Ну вот. И так тогда вам станет легче. Понять. По крайней мере. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.